Привет всем аквариумистам! Сегодня я бы хотела показать один из очень красивых зоомагазинов в Канаде. Показать какие здесь цены, как в этом зоомагазине оформляются красиво аквариумы. И просто поделиться такой красотой с вами. Цены на рыбок идут... Если ты берешь 6 рыбок и больше, это будет ниже цена. Если ты берешь только одну рыбку, это будет цена повыше. Ну и вот для того, чтобы тут много не говорить, я внизу подписала, как называются рыбки и их цены. Сначала я писала обе цены, а потом я уже просто писала самую низкую цену. И по-моему, если у тебя есть карточка этого магазина, то ты тоже можешь брать рыбку подешевле, в общем, короче говоря. Мне очень нравится ходить в этот зоомагазин. И, собственно, после вот того, как я насмотрелась вот этой всей красоты здесь, мне захотелось снова завести аквариум, потому что все-таки эта картинка, она очень приятная для глаз. Она такая расслабляющая, релаксирующая. Ну и вот результатами просто как бы каждые выходные мы туда ходили, в этот магазин. И в конце концов завели аквариум. И хотя там только у меня просто живородящие рыбки, аквариум просто на 60 литров, но все равно это очень такое приятное увлечение. Но не очень дешевая, скажем так. Ну вот вы можете видеть, какие рыбки, сколько стоят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь есть аквариумы, которые оформлены. Вот, наверное, это для детей, может быть, так делается. Да, это пластиковые растения, вот, яркие такие. Вот это оформление очень такое, да, специфическое на любителя. Но есть и очень красивые аквариумы, которые просто такие, несмотря на то, что там, вот видите здесь, например, такая статуя, да, но все равно смотрится красиво уже, наверное, за счет того, что здесь есть растения живые на коряжках. Кстати, вот готовый уже прирощенный папоротник на коряжке, дорогой очень наш, 27 канонских долларов стоит. Но смотрится очень красиво. Вот мои любимые вишневые барбусы. Видите, как тоже красиво оформлены, это искусственное растение. Но за счет того, что фон черный и освещение такое подходящее, не очень яркое, рыбка играет в этом освещении. Очень красиво получается. Там, где были неоны, тоже такой приглушенный свет, рыбка просто, ну, светится вся, настолько красиво. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот, видите, тоже яркими такими искусственными растениями оформлен аквариум, но у меня это совсем не по душе. Я люблю все натуральное. 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 Вот аквариум с самцами Гуфи. Самцов много, но они все, ну как бы нет такого большого разнообразия. Вот хвостики у всех коротенькие, нет пышных, роскошных хвостов с разнообразной такой пятнистой окраской. Все так как-то, знаете, скромненько и дорого. Вот 5,53 канадских доллара стоит один самец. Это я считаю очень дорого, при том, что они очень легко размножаются. Вот такая цена, не знаю, чем это. Может быть это популярностью рыбки, как бы да, обоснованно, я не знаю. Самочки идут немножко дешевле. Вот пиццилли тоже много. Да, ну я не знаю, я тоже думаю, она какая-то привозная. Вот, ну достаточно яркие такие рыбки, они мне очень нравятся. Сейчас они у меня живут в моем аквариуме. Такая яркая рыбка, привлекательная. Я пыталась здесь найти какое-то разнообразие меченосцев, но нет. Здесь очень тяжело найти в продаже какие-то ситцевых вообще нету нигде. Я уже пересмотрела другие города. Этого нету, это только где-то в Америке. Но оттуда тоже рыбку не закажешь. Мне очень нравится, как оформлен этот аквариум. Он очень красиво смотрится. Он большой такой, выразительный. Несмотря на то, что рыбки не очень яркие в нем, но очень красиво. В следующем видео я продолжу свой видеорассказ о зоомагазине в Канаде. Вот, вы увидите еще больше аквариумов, рыбок. В общем, если вам это все нравится, то подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания вам, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...